Привет, друзья! Сегодня мы продолжим рассматривать полибэги, и в этот раз у нас будет обзор, и после него набор сразу отправится кому-то из вас. Проще говоря, этот раритетный полибэг ExoForce будет разыгран. Подробности ждут тебя в описании, а теперь переходим к первому полибэгу. Он родом аж из 2006 года, весьма солидный возраст. И если честно, после этой серии я не припомню, чтобы Лего делало что-то еще по теме японской мантры, аниме и тому подобному. Я, к слову, не фанат этого движения, но мультик про тетрадь смерти посмотрел от и до. Тут, кстати, даже в инструкции есть стилизованные картинки. Мелочь, а приятная. Но что до самого набора, то тут всего 22 детали и одна мини-фигурка. Мини-фигурка Хикаро. И вы знаете, судя по нему и не скажешь, что прошло 13 лет. Он вполне себе бодрячком и сейчас. Модная прическа, правда резиновая и не с очень ровными краями. Два выражения лица и толковый торсик. Правда принт только с лицевой стороны. Жаль ли, что тут история этого персонажа толком не рассказана. Ведь Лего в то время не снимала такие мультики, как сейчас. Может когда-нибудь перезапустят. Чем черт не шутит. И мини-фигурка эта неплохо смотрится вместе с тренировочным роботом, у которого и крылья есть, и ноги, и ракетница с бластером. В общем вооружен и очень опасен. Как по мне, этот полибэк очень удался. И если тебе он понравился так же, как и мне, то отправляйся в описание. Переходи по ссылке в группу магазина Лего РНС и участвуй в розыгрыше этого раритетного полибэка с эксклюзивной наклейкой Министерства кубиков. А мы тем временем посмотрим еще на один полибэк. Он уже куда моложе. Всего-навсего 2015 года рождения. И посвящен он Джокеру. Пожалуй самый колоритный герой по вселенной DC. И даже в этом микро-наборчике Джокеру нашли место для раздолья. Здесь он катается на детской машинке с резиновым бампером. Все же вы как минимум видели такие машинки в парке аттракционов. Да что уж там, наверняка не раз врезались в кого-нибудь и делали это нарочно. С улыбкой от уха до уха. Прям как у Джокера. Мини фигурка которого все же выдает, что между 2006 и 2015 годами Лего дизайнеры не сидели на месте и вышли на новый уровень. Тут конечно принты на порядок лучше проработаны. Волосы тоже на уровне, но уже не резиновые. И цвет у них шикарный. Также есть два выражения лица и тортик в руках. И что-то мне подсказывает, что тортик этот явно не вишневый. В лучшем случае это взрывчатка. Так что поаккуратнее с ним. Я люблю пулебеги за то, что они маленькие, но весьма колоритные и зачастую имеют на борту редкую или вообще эксклюзивную мини фигурку. Да или просто желанную. А стоит это совсем недорого. Вдобавок ты получаешь новую запечатанную мини фигурку в пакетике, что не может не радовать. А еще не может не радовать то, что уже на следующей неделе мне обещали подвести новые наборы по Гарри Поттеру, Ниндзяга и Миру Юрского периода. Так что не забудь подписаться на наш канал, поставить лайк и надавить на колокольчик, чтобы не пропустить обзоры на новинки. И вот такие раритеты, как в этом видео. И еще не забудь про розыгрыш пулебега. И пусть тебе повезет. А на сегодня это все. С вами был Министерство кубиков и Лего, пожалуй лучшая игрушка на свете. Субтитры сделал DimaTorzok